Я готова! Я готовлюсь к просмотру детям, поэтому если вы младше 88, то смотрите эти серии в присутствии взрослых, хорошо? Ну а мы между тем продолжаем. До того, как начать прохождение, я немножечко побегала по режиму, чтобы понять, что от меня требуется и какие сложности в добыче некоторых достижений. Все-таки я хочу пройти эти уровни на ранг С и схватить все достижения, а их всего 4 на каждой локации, но мы их увидим после того, как я пройду уровень, чтобы не быть пустословной. Думаю, не нужно объяснять опытным, а также и не очень опытным игрокам, что такое уровень персонажа. Так вот, здесь можно прокачиваться, представляете? Но помимо того, что прокачиваться будем мы, прокачиваться будут также и наши враги. Насколько вы видите, у врагов теперь шкала жизни над башкой летает. И там же написано, какого уровня наш враг. Локации мы будем зачищать полностью, поэтому я сразу скажу, не везде будет так легко, как здесь. Я могу даже сейчас не думать об игре и думать только о том, чтобы вам сейчас сказать. Это слишком просто, не находите? Но чем дальше, тем сложнее, я вас уверяю. Я сомневаюсь, что мне удастся схватить и ранг С и все достижения за одну попытку. Поэтому, если я буду перепроходить какой-то уровень, я буду вам говорить, что я, мол, сюда пришла не в первый раз. А если локацию прошла с первого раза, соответственно, буду говорить, что локацию прошла с первого раза. Вот как сейчас, я не переигрывала здесь. Но я просто говорю на будущее, что я все-таки тоже не супермен, и у меня не все всегда получается с первого раза. А я хочу показать мастер-класс! А не просто, как я побегала, и меня ранили, и я упустила по несколько достижений. Это совершенно неинтересно. Так может каждый. А я хочу не так, как каждый. Я хочу, чтобы круто все было. Но здесь враги, конечно, вообще никакие. Слабенькие совсем. Никакие. Но, правда, на каждом враге еще... Ну, вон, видите, сейчас значок какой-то рядом с ним. Я пока еще не поняла, как работают эти значки, но, судя по всему, что враги со значками, во-первых, либо атакуют иначе, чем другие враги, либо гораздо сильнее и выносливее, чем остальные. Ну, вот это обычный враг, у него никакого значка нет. Вот сейчас я по-любому схватила достижения, так что давайте посмотрим, как они выглядят. Это было безукоризненно. Спасибо, Джилл. Вот, сейчас мы получили ранг С, а также бонус низкого уровня. Наш уровень был ниже рекомендуемого. Бонус геноциды мы победили всех врагов. И также бонус неуязвимости в нас ни разу не попали. И бонус троицы мы получили все бонусы. И вот такие вот достижения мы постараемся схватить на каждой локации. Я не стала вам показывать главное меню, чтобы не тратить ни ваше, ни свое время. Итак, серии я постараюсь делать чуть больше часа, чтобы сильно с этим рейдом не затягивать. Но будет жарко, это точно. Что ты кричишь? Напоминает сюжетную линию, не правда ли? Но только здесь никакого сюжета. Мочим врагов бесперестанно. Хорошо, что у них есть слабые стороны. Меня смотри. Во! И лезут, и лезут. Сколько ж вам надо? О, ты что, обалдел? А он еще и со значком. Надо срочно в сторону уходить. Пиявки. Дилетанты! Мы получили старый ключ, но пока не уходим. Здесь еще какая-то фигня плавает. Плавает или скачет, я не знаю, что это такое. Но ее обязательно надо убить, чтобы достижение получить. Достижение это круто, без достижения никуда. И заодно денежки собираем. И золотая цепь! Может мне подаришь? Но все равно она тебе не нужна. А мне пригодится. Снова переполненный дипломат. Ох, не люблю я такие моменты. Ой, ускоренка. Врагов, которые носятся, как сумасшедшие, я и называю психами. А, вы видели, да, вон враг был с этим, я забыла сказать. С именем. Если таких вот врагов с именами убиваешь, то получаешь редкое оружие. Но оно мне не нравится. Я потом, когда прокачаюсь до 50 уровня, побегаю и пособираю это редкое оружие. Сейчас от него ноль толку. Можно было бы, конечно, сейчас уйти. И упустить патроны. Потому как те патроны, которые у нас здесь имеются, они перетаскиваются и в следующий уровень. Если я потрачу все, то и в следующем уровне у меня ни одного патрона не останется. Сразу же. Вот только появляешься на локации, у тебя столько же, сколько и осталось в прошлый раз. Поэтому давайте немного побегаем, тут все пособираем, прежде чем заканчивать уровень. Я думаю, я справилась быстро, поэтому на ранг это не повлияет. О, вот теперь самое оно. Это было безукоризненно. Ну вот еще одну эску мы схватили, и это точно. Я уж сто процентов знаю, что это эска. Следуйте в изолятор. Вот наше следующее задание. Ну ладно, предположим. Оу, 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 полегче, приятель. Я вам это всегда говорю. Ну физические атаки, сколько урона наносят, это просто, просто превосходно. Обожаю это. Здесь не расслабляться ни на секунду, враги могут появиться даже позади. А если что, кричите. Со значком. Долго протянет. А, нет, недолго. Ууу. Недолго музыка играла. Так, этот без значка. Но третьего уровня. Кстати, да, у нас сейчас тоже третий уровень, так что... Он не сильнее нас. Там написано, опасайтесь врагов, которые сильнее вас. Ну и в смысле там, когда загрузка идет. Но убивать мы будем всех, даже тех, которые сильнее. Подумаешь. Велика беда. Я бывала, проходила эти миссии. Вчера бывало. Не так уже давно это бывало, что я забыла уровень переставить на уровень выше. Враги, допустим, были пятого, а у меня первый стоял. И ничего страшного, такого не произошло за это время. Так, расходимся, расходимся. Уууу. Мелочь пузатая. Ты на кого прешь, а? Ты на кого попер? Бобер. Все чисто. Пока что все чисто. Нормально. Нормально. Все очень даже пока неплохо. Временно. Тихо, 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 тихо. Стреляем в голову. Блин, промазала. О, зато сейчас... Вот видели? Он прямо из пола вылез. Эх, особенности данного режима. Откуда они только берутся? Эти психи ненормальные. У меня такое ощущение, что они и вправду могут сейчас со всех сторон повылазить. И будет... Будет очень плохо. У нас нет ключа. Нам нужен ключ. А чтобы получить ключ, нам надо кого-то убить. Во! Ну, идем ли мы в эту дверь? Конечно, нет. Нам... Надо бы, конечно, убить сейчас всех врагов здесь, чтобы получить ключ и попасть в ту зону отсека экипажа. Кажется, она так называлась. Я знаю, что она закрыта. Уже обследовала. Этот уровень я прохожу второй раз. Забыла сказать. Знаете почему? Потому что, блин, прямо перед финалом уровня меня ударили. А я хочу все достижения. Я безумно жадная. Фух, мне до сих пор кажется, что здесь должна быть Рэйчел. Мне не нравится Рэйчел. Она мне никогда не нравилась. Какой-то странный персонаж, конечно. Постоянно хихикала так. Жутко. Тут все в ее крови. Я-а-а-а. Ну, сколько тебе еще надо-то? Все, теперь мы можем со спокойной душой вернуться куда-то там нам надо. Нет, ну, разработчики, конечно, любят крови намазать. Везде. Даже там, где не надо. Воздушный шарик. Даже звук такой издает. Надо бы далеко не уходить. Да хватит тебе. Видели? Там, походу, это рыдешка или что бы это ни было. Она прыгает, кстати, очень, очень энергично. Исшивучая паршивка. У меня пистолет тоже ведь не первого уровня, правильно? А что ж так жизни мало отнимает? Вот это вопрос. Жесть. В стиральной машинке кровь. Кого там стирали? Оу-воу-воу-воу. Совсем забыла, что здесь нельзя расслабляться. Ни на минуту нельзя расслабляться. Спокойно. А, он за ящиками. Давайте его прямо сейчас снимем, чтобы потом не возникло проблем. Расслабляться нельзя. Ни в коем разе. Так, стоп. 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 Иди ко мне. Иди ко мне, дорогой. Я тебя поцелую. Прикладом по башке. Рискнем? Оу-е-е. Физическая атака, дело крутое. Так, ну осталось-то совсем немного, но почему-то мне кажется, сейчас будет конкретная засада. У-у-у-у. Боже мой. Боже, 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 боже. Стоп. Стоп. Мы так не договаривались с тобой. Пистолет мне в помощь здесь. Давай, 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 давай. Время идет. Мы, конечно, его не видим. Но на ранг С отчет времени идет. Как бы там ни было. Нельзя задерживаться. Вот здесь. Вот именно здесь. Он меня и подловил. В тот прошлый раз, который у меня был неудачным. Это было стыдно. С моей стороны было это стыдно. О, боже. Как улитка. Хуже улитки. Может быть, к завтрашнему дню ты подойдешь ко мне? О, боже. Ё-ё-ёй-ёй. Еле ползет. Все, кажется. Да, так оно и есть. Мы свою задачу выполнили. Это было безукоризненно. А, я забыла уровень на третий поставить. Так что я еще и на уровень ниже их всех была. Что усложнило нам задачу, кстати. Но, как бы там ни было, мы получили троицу. Е-е-е-е. Поехали дальше. Так, а между тем продолжаем. Пройти через шахту. Да, мне кажется, эта локация будет то еще, потому как здесь собаки. Терпеть не могу этих врагов. Передвигаются быстро, урон наносят большой, но... Так как я пытаюсь получить достижение, нам здесь вообще никакого урона нельзя получать. Что поделаешь, придется немножечко помучиться. Кстати, я взяла с собой био-ловушки. Так что они нам в помощь. Причем в огромную-огромную помощь. Пока будем отстреливать одних. Другие приспокойненько будут... О, какой маленький! Можно мне такого домой? Вот она, моя родненькая био-ловушка. Давайте, давайте, подходите. Тебя я тоже слышала. Не спрячься. Так, у нас био-ловушек полный карман. Ну, понеслась! Замолчи, замолчи! Надо занять выгодную позицию. Интересно, а здесь тоже, когда они воют, набегают другие собаки? Молчать, молчать, молчать! Все, получили специальный ключ. Или старый. Думаю о своем. А вот это и вот рыбиня. Что она делает в горах, я ума не приложу. Что-то типа рыба-ежик. Сильная тварюга, а? Вообще, по идее, я бы легко проскользнула и под этой цепью. Да кто угодно пролез бы под цепью. Ну, думаю, ну ладно, раз уж разработчики решили, что цепь надо обязательно снять, значит, надо ее снимать, что уж поделаешь. Вот, значит, как Джессика к нам добиралась. Когда-то. Когда-то очень-очень давно. Биоловушка мне в помощь. Закрыто. Все. Наши друзья начинают наступление. Тихо-тихо-тихо. Ой-бай, какие они здоровые. Такие вообще бывают. Хотя я знаю, что бывают. Но я таких ни разу не видела. Смотрите, чихуахуа. Молчи, молчи, молчи! Всех разнесло. Кроме вот этого. Все, мы получили старый ключ. Кажется, на этом сейчас наша миссия должна закончиться. Я никого больше не вижу. Я бы не сказала, что это было очень-очень долго. При умелом распределении имеющихся ресурсов вполне легко можно пройти этот уровень. А Крису, видите ли, нужна была помощь? Ха! Это было безукоризненно. Кто бы мог подумать? О! Ранг С! Надо же! И бонус низкого уровня. Да чего уж там говорить. Наверное, всю троицу получили. Бонус. Ну да, сто процентов получили троицу. Ну что, продолжаем? Я готова. Конечно, куда ты денешься? Тебя особо-то не спрашивают, готова ли ты. Заодно и получили денюжку. Нет, ты сильно не мечтай. Полакомиться тебе сегодня не светит. Что тут у нас? О! Терпеть не могу этот вид. Особенно, когда их много. На одной локации. Очень трудно уследить за всеми. Надеюсь, что здесь не так много. О! У нас здесь здоровяк! Кто бы мог подумать? Одну руку мы ему отстрелили. Желательно бы еще одну. А, нет. Он уже все. Он уже закончился. Это даже не обязательно было стрелять ему в другую руку. У нас полный дипломат патронов. Какое бы мне сейчас... Метательное оружие мне точно пригодится. А почему он не отреагировал? Ой! Мама дорогая! Вы посмотрите, какой он живучий, а! Такое ощущение, как будто я по нему совершенно не попадаю. О! Мы получили денежное вознаграждение. Ну, думаю, это того стоило. Ну и плюс, конечно же, бонусы. Которую мы получим за уничтожение всех врагов. Лучше с места не двигаться, пока не... Пока не поймешь, какая здесь обстановка. Сначала оценить ситуацию. Наверняка здесь есть враги, которых я еще не увидела. Ну, поднять здесь ничего не получится. Ха! Я так и думала, что обязательно кто-нибудь спрячется. Давайте сначала этого уберем, а потом зайдем в комнатку и посмотрим, не осталось ли там для нас что-нибудь такого любопытненького и полезного. Руку отстрелили. Может быть, выстрелить ему в другую руку? Спецдетали. Их тоже можно продавать. Я просто не хочу показывать вам главное меню, потому что я там обычно зависаю надолго. Со всеми этими апгрейдами и выбором уровня для персонажа. Я же сто раз все обдумаю, прежде чем начать игру. Поэтому вам лучше не видеть то, как сильно я притормаживаю там. Не верю, что ты тут один. Ну, я так и думала. Никому нельзя верить. Ползет. Кстати, у нас же сейчас вроде бы четвертый. А, нет, 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 нет. Что ты? Я так быстро прохожу эти уровни, что не могу высчитать, на каком я сейчас этапе. Да, все правильно. У меня пятый уровень, и, соответственно, враги здесь все пятого уровня. Черт из табакирки. Да, большой проблемой он нам не предоставил. Патроны к пулемету всего четыре. Эх, Джилл, можно же еще за пояс взять. Ну, столько всего упускаем. Вставляем валяться. А эти патрончики грустят там в одиночестве. Говорят, ну что же. Нас никто не взял. Мы никому совсем не нужны. Маленький да удаленький. Странная задумка их такими манюсенькими прям делать. Тут то великаны, то лилипутики. Нет, 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 это еще не все. Это не все. Последний. Последний, последний, давай! Как бы сейчас сзади меня еще один не появился. А, нет, все, нам дали старый ключ. Я знаю, что в той комнате никого нет. Точнее, в туалете. А вот здесь, в туалете, кое-кто спрятался. Ха, я знаю это, потому что перед записью это был финальный уровень, который я проходила. Так что следующие уровни у меня, можно сказать, будут слепым прохождением. Так что вам останется только пожелать неудачи. Здесь тоже никого. Но лежат специальные детали. А сейчас мы увидим нашу статистику. Конец задания. Это было безукоризненно. Точно. Давайте поспорим, что будет ранг С. Ха, тут даже спорить не надо. Я нигде не задерживалась. Ну, бонус троится, конечно же. Да. Продолжаем. Этап шестой. Уже атака. Надо же. Я мазила. Зато физические атаки очень даже ничего. Здравствуй, воздушный шарик. Мы пришли на мостик. Кто здесь у нас поджидает нас за углом? С каким-то значком. Насколько я поняла, этот значок означает, что враг достаточно живучий. Хотя и медленный. Очень хорошо, что медленный. Бывает, бегают на ускоренке. Еще и здоровье никак не отнимешь до конца. Нам нужен ключ. Рискнем. Не стоять на месте. Не стоять на месте! Видали? Там еще один. Я прохожу этот уровень второй раз. Вот именно по причине того, что я вот здесь вот как раз таки и попалась. Думала, что здесь только один. Такой гаденыш. Оказалось, нет. Оказалось, их здесь два. Пойдем дальше. Ключ мы так и не получили. Добрый вечер. Ну что... Ну что такое? Ой, а этот и медленный, и здоровья у него очень-очень много. Зато отскакивает только так. Может выстрелить ему в голову из винтовки? Ну это... Это реально мучение какое-то. А у меня осталось еще 53 патрона в запасе, и сколько-то там в пистолете. Достал ведь. Ну вот реально достал. Я понимаю, ты тоже жить хочешь, но мог бы просто отдать мне ключ. Хотя это было бы не так интересно. Поехали. Едем вниз. Это... Так, я не помню. Не помню, куда мы едем. Я паникую. Ну пожалуйста, покажи мне уже, куда мы приехали. На прогулочную палубу. О, нет. А если здесь тоже будет связист? Надо занять выгодную позицию. Мне кажется, здесь со всех сторон могут атаковать. Самая большая опасность, которую я боюсь, именно связист. Но пока я не слышу. Зато дверь закрыта. А это... Ничего хорошего не предвещает. Скорее всего, связист именно там. Представляете, какое сокровище нас ожидает впереди. Ненавижу бензопильщика. Хотя это ужасно, то, что у него бензопила прям... В него вросла лонь. Кому только это в голову приходит. Фу-фу-фу. Какая гадость. Все давайте сюда. Желательно бы побыстрее, а то... Много времени тратим. Впустую причем. Выходите, ребята, выходите. Налетайте. Я вкусная. Ай, и мазила еще плюс ко всему. О! Но я не рискну туда выйти. Вот именно по этой причине. Лезут и лезут. Откуда они только там берутся? В сюжетной линии убивали. И еще и здесь. Ой, а этот и большой, и еще и... Быстро передвигается. Да. Неприятное дело. Я это все делаю сейчас... От безысходности. И параллельно смотрю на дверь. Как бы оттуда слизист не выскочил. Надо бы зарядить магнум. Так, там пока тихо, да? Пока тихо. Но нам надо бы выйти уже из этого укрытия. Потому что мы потеряем много времени. И ранг-с не получим, если останемся здесь еще. Хоть на минуту. Эники-беники, эники-беники. Бежать или атаковать. Но то, что мы никого не оставим, это 100%. Да что же он такой живучий? Что такое? Мне кажется... Мне кажется, здесь даже... Здесь даже жарко стало. В связи с... Ой! Это... Это называется беда пришла, откуда не ждали. Еще и малыш пришел. Давай! Ну? Вроде бы нет его. Вроде бы нет. Можем атаковать пока еще. Ничего с нами пока не случится. Пока не случится. Но одна мысль о том, что связист там за дверью... Я реально боюсь этого бензопильщика. В любой из частей... Бензопильщик меня все-таки пугает. Не буду притворяться, что я такая бесстрашная и все такое. Ага. Все пока нормально. Слушайте, а может связиста не придет? Ну, может быть и такое бывает. Что дверь просто закрыта и за ней никто не прячется. Ой! Как это я не вовремя сказала? Что нам делать? Что делать у него в жизни? Смотрите, сколько! Я по нему измагну му пуляю, а он... Хоть бы хны ему! Ау! Тихо, тихо! Ай, боже мой! Боже мой, боже мой! Ау! Это было страшно. Что-то совсем ничего не дает это. Что он кричит? Вот меня больше всего вот эта фраза его пугала. Что-то вроде Don't shoot, I'm a human. Не стреляй я, человек. Ты похож на человека? Ты уверен, ты себя в зеркале давно видел? Ещё хохочет чего-то. Ты меня уже раздражаешь. Бежать или атаковать? Бежать, атаковать. Атаковать! Да, мейдей, мейдей. Мы это уже слышали. Но теперь мне бояться нечего. Связиста больше нет. Ха! Вам, наверное, кажется, что вы очень крутые ребята. Но, однако, это всё обман. Обман. Нехорошо самого себя обманывать. Ха! Тоже мне герои нашлись. Ничего ли здесь не осталось? А самое главное, никого ли? Потому что, если здесь кто-то остался, мы упустим достижение. А второй раз сражаться с бензопильщиком, мне что-то не хочется. Связист. Не стреляй я, человек. Ох. Жуть берёт. О! Это он, походу, плюнул. Вы знали же, да, что бензопильщик плюётся вот этой вот штучкой. Подобием капкана. В неё лучше не попадаться. Так, денежное вознаграждение мы получили. Наверное, теперь можно уходить. Кстати, где же у нас там окончание уровня будет? Что-то затянул. Затянулась у нас локация. Не могу сказать, что надолго. Но надеюсь, что всё равно ранг С у нас будет. Несмотря на то, что я здесь уже... Давненько бегаю. Этот со значком короны, да? Или что у него там за значок такой? Живучий, а? Да сколько ж тебе надо, я не пойму. Немного нелогично. Ну ладно, спустим это с рук разработчикам. Как можно выживать, когда в тебе столько патронов? У них, походу, повышенная регенерация. О, ну это... Это не очень большая проблема. Сейчас мы его отсюда расстреляем. Если он надумает стрелять в нас, мы просто спрячемся за стенкой. Вот и всё. Кажется, теперь уже никого нет. Кажется, нет. Ха. Коридоры, коридоры. Интересно, а в этом режиме нам с молокодой драться придётся? Это было безукоризненно. Значит, мы всё-таки успели. Не так уж надолго мы здесь задержались. Да, ранг С. Ну и, конечно же, все бонусы. Потому что не помню, чтобы меня ранили. Ну, один раз бензопильчик толкнул, но, наверное... Да, это не приносит никакого урона. Ю-ху! Ха. Бонус троицы. Поехали. Я готова. Этап седьмой. Я сюда возвращаюсь уже ни в первый, ни во второй раз. Это где-то, наверное, уже третий. Потому что эти хантеры... Мне все нервы уже истрепали. Сейчас я намерена показать им, кто здесь главный. Лучше, конечно, прятаться от них в каком-нибудь углу, чтобы сзади не могли забежать. Первый раз меня ранили. Ну, потом увидите, где. Ну и второй раз, опять же, увидите, где. Потом я скажу. Ну, на своих ошибках учимся. Там, где меня ранили, я скажу, внимание. Опасность. Опасность. Везде на мониторах знак опасности. Я думаю, это все и так поняли. Здесь хантеры разгуливают по зданию. Обожаю хантеров. Ой-ой-ой, старовяк. С окровавленной мордой. Жуть берет. По стеклу они не лезут. Значит, они уже будут ждать нас наверху. Все, приехали. Быстро лифт поднялся. Всего один. Ха, я с толпами справлялась. Что мне этот один? Топ-топ-топ. Скорее отбежать подальше и обернуться. Ха. Но это еще не все. Вон еще один. Шестого уровня. Ну и у нас, по-моему, сейчас шестой уровень стоит. Не этапа, а именно уровень персонажа. Кстати говоря, меня вот ранили в первый раз вот здесь. Именно вот здесь. Видали? Ну разве можно так обращаться с живыми людьми? Я человек находчивый и нашла выход. Я взяла просто второй автомат. На случай, если у меня кончатся патроны в одном, я резко переэкипирую в другой. И война продолжится. МП-5, конечно, не такой мощный. Надо было мне взять точно такой же G-36, или как он там называется. Но почему-то я пожадничала или что. Но купила именно МП-5. Хотя он выигрывает за счет своей скорострельности, он не пробивает броню. Конкретно в данной части игры. А вот G-36 он пробивает по несколько врагов за раз. И плюс у него мощность высокая. Мне кажется, это лучший автомат для прохождения данного режима. Я знаю, там кто-то прячется, потому что я здесь проходила. Я еще не дошла до того момента, где меня второй раз ранили. Надеюсь, что такого больше не повторится. Здесь пока тишина, но не верьте ей. Никогда не доверяйте тишине. Здравствуй, Хантер. А тебе шучу. Я тебе здравия не желаю. Нам надо на шестой этаж. Он здесь последний. Хотя почему лестница ведет именно на шестой этаж? По-моему, в этом здании гораздо больше этажей, чем шесть. Ничего мы не нашли. Жаль. Эх, Хантер, не дожить тебе до утра. А за Джилл здесь очень даже ничего. За Паркера не так удобно играть. Я еще за Джеттику не пробовала. А вот я пробовала еще за Рэйчел играть. Но вот, ну не зацепила. Ну правда не зацепила. У нее, кажется, оружие дробовик и магнум. А я не люблю пользоваться таким оружием. Коротышка. Нет, вы посмотрите, как он носится. Как сумасшедший. Точно псих. Эй, ребят, дайте мне время на перезарядку. Это не честно. Быстрее, Джилл, Джилл. Перезарядились. Что? Все? Больше никто не будет выскакивать оттуда. Крови, конечно, много. Но она уже не пугает. Уже насмотрелись. Давайте сразу возьмем био-ловушку. Хотя на хантеров она не действует. Вы представляете? Такая вот у нас трагедия. Био-ловушка не действует на хантеров. Единственное, что меня в ней радует, это то, что она дает очень мощный взрыв. Поэтому, в случае чего, устроим себе небольшое такое прикрытие. Вот, кстати, здесь меня второй раз-то и поймали. Я же прижимаюсь вечно к стенке. Атаковал один хантер, и я увернуться не успела. Здесь же их не парочку. Их здесь целая толпа. Вот, пожалуйста. Чувствует деликатес. Так, это на всякий случай. Да, это я, конечно, сделала очень даже зря. Надо было подождать более подходящего момента, но одну био-ловушку мы потратили. Эй, 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 эй. Вот, пожалуйста, вон тот здоровяк, который сейчас валяется. Вот из-за него я в прошлый раз... Ну, вы поняли. Все, мы выжили все возможное из этого автомата. Что, еще не все? Слышь, ты куда прешь-то, коротышка? Мини-хантер. Мини. Комнатный вариант. Господи, да его пнуть один раз не составит проблем. Еще патроны тратить на него. Когда же они закончатся? Атакуют и атакуют. Ну что, у нас хватит времени на перезарядку? Оооо. Биг ЧИИЗ. Биг ЧИИЗ. Ха. Не очень сильно нравится, но... Ну что же она такая слабенькая и не бронебойная совсем. Сейчас соберем все, что здесь осталось. Осталось-то до вертолетной площадки, господи. Пару шагов сделать. Поехали. Но сейчас нам разговаривать не с кем. Думаю, лифт быстро доедет. Ну вот, видели. Зато едет по три часа, когда Паркер разговаривает с Джессикой. Выключайте пугающую музыку. Тут уже нечего бояться. Окей, леди первые. Все? Миссия пройдена. Кажется, сзади никого нет. Но можно спокойно завершать задание. Это было безукоризненно. Каждый раз. Ранг С. И снова все бонусы. Господи, это так трогательно. Продолжаем. Я готова. Этап восьмой. Пропасть. Знаете, что сегодня нас ждет? А я не скажу. Хотя прошла этот уровень как раз перед тем, как это записывать. Кстати, я проходила его на запись. Но вы представляете? Какая трагическая потеря. Я получила ранг А. Хоть и получила все достижения. А меня не устраивает. Ранг А. Я хочу С. Самый высокий. Потому что я здесь главная. И я решаю, какой ранг будет висеть у меня в статистике. Это я не вам, зрители, говорила, что я здесь главная. Я говорила вот этим чудовищам. Как бы они не хотели, чтобы у меня был низкий ранг, я им этого позволить не могу. Мне не трудно вернуться сюда еще раз. Кстати, вы заметили, что сейчас на мне другой костюм. Я его выиграла как раз таки на этом уровне. Заполучив редчайшее оружие в игре. Каким образом? Не скажу. Потому что не хочу пока раскрывать карты раньше времени. Но вот честно, если бы я в тот раз не получила ранг А, я бы сейчас здесь не играла. И ведь обидно. Прошла все так чистенько и ни разу меня не ударили. И вот на тебе, пожалуйста. Такое счастье на голову свалилось. Ранг А. Какой позор. Давайте все, сюда, сюда. Ты хоть думай своей-то головой, ты что делаешь? Так, ведь убить можно. Или вы это тоже хотите сделать, а? Я понимаю, вы жить хотите, но... Ребят, мы могли бы договориться по-хорошему. В воле и случая. В воле и случая эта штука пролетела мимо. Честно признаюсь. Бывает везет. А бывает не везет. С каждым случается. Ну посмотри на меня. Ну посмотри какая красивая. Давай. Вон у меня какое блестящее оружие. Узри мой гнев. Со своими шипами. Расхаживает тут. Вот. Мы получили старый ключ. Теперь имеем полное право продолжать наш путь. Вы помните? В каком направлении мы сейчас продвигаемся? Помните сюжетную линию? Этот режим, кстати, локациями действительно и заданиями напоминает сюжетную линию. Движемся в том же направлении. Такие же виды врагов нас поджидают. Но не всегда, конечно. Так. Нет. Здесь все чисто. Никого не осталось. Все в порядке. Я что-то уже переживаю. Брейс, 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 брейс. Ну что же иногда я так мимо стреляю-то? Даже немножечко стыдно. Брейс, 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 б Так Граната в помощь Она всегда помогает Давайте, чтобы этот уровень Больше не отнимал мое драгоценное время Пройдем его за раз Хорошо? Чтобы все получилось Эй, со значком Сильненький дядя Или тетя Вот история умалчивает Ну давай, ну что ты Ну что ты, как не человек Я не знаю Это я сказала не подумав Так, все Здесь больше никого нет Нам пора уходить Пойдемте теперь В другую сторону Здесь тихо, но Никакой опасности Собственно говоря Уже и нет Мы здесь всех перебили Так что все в порядке Давайте покажем Отличный результат Еще немножечко Еще немножечко Вот Я так и думала Что здесь кто-нибудь За углом будет стоять Ох Жестоко Жестоко А здесь кто-нибудь Есть? Я думаю Что и здесь Тоже никого нет Нам предоставляют Небольшое время На то, чтобы Расслабиться Успокоиться Но это все дело Кратковременное Кратковременное Удовольствие Давайте уже Раз и навсегда С этим покончим А это дверь открыт Какой замечательный Голос на заднем плане Я когда первый раз Играла Вот несколько минут Назад у меня Такое Ощущение Какого-то Напряжения Возникло Этот тонкий голос Пугает сильнее Чем Рык Какого-нибудь Гигантского Монстра Ну как Сюжетной Линии Нам пришлось Убивать Рэйчел Так И здесь Ужасно Ух Зато Атмосферно Не правда ли? Очень Атмосферно Нагнетает Нагнетает Ребят Ну уже даже Не страшно Я вот Рэйчел Как-то Больше Побаиваюсь Чем вас Все Все в порядке Справимся Не переживайте Эх Со значком Подойти бы поближе Да вот боюсь Что вот сзади Кто-то появится Нет Никто не появился Зря я так Переживала На этот счет Нарисовался Разве что-то Просто так Бывает в жизни Конечно Нет Обязательно Какая-нибудь Засада А здесь У нас Кто? Один Ну Один Это вообще Не страшно Я тебя Не боюсь А вот Награда Достаточно Высока Много Патронов Нашли Очень Смешно Очень Смешно Рэйчел Я прям Слов не Нахожу Как мне Смешно Может Вместе Посмеемся Расскажи Над чем Смеешься Мерзкое Создание Рэйчел Рэйчел Долго тебе Радоваться Не придется Иди ко мне Договоримся Обо всем Патроны Кончились А Даже после того Как она Убегает Все равно У нее Уходит Жизнь Получается Мы Так же В сюжетном Режиме Могли Спокойно Добить ее До того Как она Добежит До Паркера Или Паркер Добежит До нас Что-то Я как-то Об этом Раньше Не задумывалась Но хорошая Мысль Как всегда Напоследок Приходит Давайте Проследуем За нашей Красавицей И добьем ее И мне бы Хотелось Конечно Попробовать Добить ее Раньше Времени Привет Красавка Извини Но я тебя Живой Отсюда Не выпущу Куда ты Побежала Я еще С тобой Не договорила Представляете Мы с ней Покончили Вот так Надо работать Но Сейчас Я эту Эмблему Разбивать Не буду Задание Еще не Окончено Мы должны Вернуться Назад И добить Всех Врагов Которые Появились Иначе Мы не Получим Достижения А это Будет Очень Очень Нежелательно Но Согласитесь Осталось Не так Много Как В самом Начале Тут Осталось Пару Дверей Открыть Вот И все Задание Тоже Это было Не так Уж И трудно Но Надеюсь Что На этот Раз Я все Таки Получу Ранг С А не Ранг А Это Было Очень Обидно Между Прочем Почему Я Трачу На Тебя Свое Время Каратышка Здесь Вот Еще Да Это Последняя Локация Где Появились Эти Монстрики Что Все То Есть Всего Лишь Один Монстрик Был Всего Лишь Один Вот У меня Всего Лишь Один Монстрик Вызывает Подозрение Вдруг Там Еще Остался Какой Нибудь Хотя Знаете Нет Я Если Там Никого Нет Я Зря Потрачу Свое Время И Опять же Получу Ранг А За То Что Не Оперативно Сработало Так Что Давайте Уже Разобьем Эту Эмблему И Пусть Настанет Момент Истины Убили Мы Всех Или Нет Может Моя Лень Сыграла Роль Что Я Не Захотела Так Далеко Возвращаться Но По-моему Там Уже Никого Не Должно Быть Ну Логично Если Рассуждать Эх На Свой Страх Риск Хватит Это Было Безукоризненно Но Что Ранг С Мы Получили Это Точно Но Какие Достижения Бонус Низкого Уровня Это Я Знаю Убили Все Таки Всех Врагов Хорошо Что Мы Туда Не Пошли И Не Уязвимость И Бонус Троицы Как Я И Хотела Что Несмотря На То Что Серия Была Очень Длинной Она Не Прошла Впустую Это Был Большой Опыт И Для Меня И Надеюсь Вам Понравилось Смотреть На Эти Жестокие Перестрелки Не с первого Раза Удалось Пройти Дальше Будет Еще Хлеще Представляете Эх Чего Только Нам Не Предоставит Режим Рейд Ну Это Уже В Следующих Сериях А Пока Спасибо Всем За Внимание За Просмотр С вами Была Миссионер Джейн Подписывайтесь Ставьте Лайки Оставляйте Комментарии Посетите Мои Творческие Страницы Вконтакте И На Ютуб Ссылки Найдете Под Видео Или В Шапке Канала Еще Раз Спасибо Всем Огромное За Внимание И До Новых Скорых Встреч Друзья